Найти площадь равнобедренной трапеции, если ее высота равна h, а боковая сторона видна из центра описанной окружности под углом 60 градусов. Для начала запишем дано. Четырехугольник ABCD – трапеция. AB равняется CD. Высота ЦК равняется высоте BE. И все это равняется h. Угол COD равен 60 градусов. Найти площадь трапеции. SABCD неизвестен. Угол CAD равен 1,2 угла COD. Подставим сюда наше значение. Получается 1,2 на 60 градусов. Это будет 30 градусов. Угол CAD – это вписанный угол. Он равен 1,2 центрального угла, опирающегося на ту же дубу. Рассмотрим треугольник ACK. Тогда у нас получается, что сторона AC равняется 2CK. Так как CK – это катет, который лежит против угла в 30 градусов. Подставим сюда наше обозначение. 2 умножить на CK. CK по условию равняется h. Напишем теорему Пифагора для треугольника ACK. Тогда у нас получается, что сторона AC квадрат равняется AK квадрат плюс CK квадрат. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Выразим отсюда AK. Тогда у нас получается, что AK будет равняться AC квадрат минус CK квадрат. И все это под корнем. Подставим сюда наше обозначение. Тогда AK будет равняться... AC мы ранее нашли. Это 2H. 2H в квадрате минус CK. CK по условию равняется h. h в квадрате. И все это под корнем. Преобразовав, получаем h корней из трех. Напишем формулу площади трапеции. Площадь трапеции равняется полусумме оснований 1 2а плюс b. И все это умноженное на высоту h. Эту формулу нужно знать. Тогда у нас получается, что площадь трапеции ABCD будет равняться 1 2 bc плюс AD. И все это умножить на высоту CK. Рассмотрим сторону AD. Сторона AD будет равняться... AE плюс EK плюс KD. Длина отрезка будет равняться сумме длины отрезков, на которую он разбит. Подставим наше AD в ранее полученное выражение для площади трапеции. Тогда у нас получается, что площадь трапеции ABCD будет равняться... 1 2 bc плюс AE плюс EK плюс KD. И все это умножить на высоту CK. Рассмотрим длину отрезка АК. Длина отрезка АК будет равняться AE плюс EK. Длина отрезка EK равняется длине отрезка BC. Также мы можем записать, что длина отрезка KD равняется длине отрезка AE. Тогда длину отрезка АК можно записать... Вместо AE мы напишем KD, а вместо отрезка EK мы напишем BC. Тогда из этих пунктов у нас получается, что площадь трапеции ABCD будет равняться... 1 2 вместо BC плюс KD мы пишем АК. Плюс вместо AE плюс EK мы напишем АК. И все это умножить на высоту CK. АК. И все это умножить на CK. Сократим двойки. И тогда площадь трапеции ABCD будет равняться... АК умножить на CK. Подставим сюда наше обозначение. Длину отрезка АК мы ранее нашли. Это H корней из трех. Длина отрезка CK равняется H. Так сказано по условию. И тогда у нас получается H квадрат корней из трех. Запишем ответ. Площадь трапеции ABCD равняется H квадрат корней из трех. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.